Близко к тому, о чем мы говорили относительно Маслякова, Гоголь-центр, вот вся эта история. Вы были на премьере Нуреева? Нет. Нет? Я уезжал. Как вы относитесь к тезису, которую озвучила одна достаточно известная журналистка, что вот если бы все люди, которые пришли на премьеру в Большой, испарились одномоментно, в стране стало бы легче дышать. Как вы можете прокомментировать такое заявление? Я с ней знаком. Возможно, чудо-человек, пусть она просит, я не скажу слово дура, я не имею права, но мое цельчатые суждения, что там ума немного. Я расскажу вот почему. Еще тоже. Я, знаешь, как все ароманисты, говорю ассоциациями. Когда я попал в ДОВУ, я поразился, сколько одномоментно здесь сидит неприятных людей. И что говорят те коммунисты там, и жириновцы. А я такого никогда не видал раньше, не слышал подобного. Поверь мне, что именно такого ужаса. И я подумал, правда, я был добрее, чем она, я подумал, что вот бы этих всех посадить на самолет и повезти их, там, Лондон, Париж, Адис-Абеба, Лиссабон, Аделаида. По всему миру и показать, как живут люди. А в дороге дать им чтение только Солженицын, Архипелаг, ГУЛАГ. Адидия Ивановича, Шаламова, Речи Сахарова. Они вернулись бы другими людьми. Они все поездили много раз, купили много Максвара и всяких Шанелей. Но у них не изменилась психология. Дело в том, что я не очень близко дружу с Серебриком. Я был на его нескольких спектаклях, те два, что я видел последними, там, по Некрасову, еще, мне очень понравились. А было до этого, что-то мне не нравилось. Я охотно понимаю, что есть люди, их много, которым не нравится Иисус Христос, Света Звезда. И незнакомые мне оперы Вагдера Тангейзера. И творчество Серебряникова, и Богомолова, и Ижи с ним. И мне тоже иногда многое не нравится. И мне, как зрителю, и как профессиональному режиссеру, и человеку. Очень многое не нравится, что делают другие, консервативные режиссеры, направления, мне чуждого и мне дикого. Иногда, на мой взгляд, страшно примитивного. Иногда, на мой взгляд, страшно какого-то, в общем, стыдного для нашей великой культуры. Но никогда нельзя вмешиваться с суковатой палкой и даже с тонким ланцетом в культуру и искусство страны, которая породила гениев. Потому что Серебряников, по мнению не этой дамы, а много других дам, мужчин и, наверное, гетеросексуалов, а может, там еще есть гермафродиты, которые считают его гением и носят на руках. Категорически неправильно вообще к этому подходить. Сказал, когда-то Бао Цзэдун, пусть расцветают сто цветов, пусть соседствуют сто искусств. Потом была культурная революция, и там вытоптали все сто цветов, и сто искусств на некоторое время уничтожили. Потом все вернулось на книги своя. Вот мне бы очень не хотелось, чтобы... Не буду их называть, потому что не хочу обижать, но вот эти группы людей, которые шастают по мазке и не по мазке, обливают мочой, оставляют вонючие запахи, им не нравятся выставки, все больше обиженных. Мы делаем страну бесконечно, все друг друга обижаются. Если мы, по крайней мере, декларируем, что это демократическая свободная страна, с ограничениями, с огромными многочисленными законами, то нельзя, но все равно, то если вы не ходите... Я, например, телевизор практически не смотрю, хотя я люблю телевизор. Вы так все сейчас говорят. Нет, я не говорю, я не смотрю, я смотрю спорт, развлекательное телевизор я очень люблю, потому что оттуда я. Я считаю, что вообще у нас развлекательное телевидение, например, на первом канале, в моем родном, оно одно из лучших в мире. Хотя там вот иногда оно и часто по лицензии, но все по лицензии оно сделать не дурку, а красиво, замечательно. У нас очень много талантливых людей, талантливых ведущих. А как только я слышу ненависть, злобу и ложь, даже, по-моему, с тобой, я тоже про тебя кое-что читал и кое-что видел. И мне кажется, что у нас с тобой разные предпочтения, во многом политические, разные представления о жизни и развитии страны и разные, не скажу убеждения, это слишком пафосно, но разные какие-то вкусовые тоже. Омерзительно обсуждать балет. Кстати, я очень рад, что этот балет был. Я считаю, что бывают финансовые нарушения, и в них надо разбираться, но в этом не нужно было устраивать маски-шоу с положением на пол людей. Ну, пригласили бы, поговорили, никто не святой, и ни Масляков, ни Серебриков, ни я, ни ты. И надо спрашивать и отвечать. А я рад, что люди совершенно разных политических воззрений могут нормально совершенно общаться. Спасибо. Я очень рад, что вы думаете. Спасибо.